ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Казалось, что карьера Ирины будет становиться все успешнее, но в середине 90-х женщина вдруг исчезла с экранов кинотеатров. Много слухов ходило о ней и среди поклонников, и среди коллег. Говорили, что Акулова пристрастилась к алкоголю, и именно из-за рюмки вся ее жизнь летит в никуда. Из Москвы бывшая красавица советского кино вынуждена была вернуться в свой родной город Киношму в Ивановской области. О съемках в кино Ирина, похоже, забыла навсегда, но иногда она радует своих поклонников появлениями в различных телешоу. Жаль только, что с каждым разом ситуация, в которой журналисты заставали Акулову, все ухудшалось. Во время последнего визита к некогда легендарной актрисе журналисты были поражены условиями, в которых она теперь живет. Квартира Акуловой больше напоминала какую-то заброшку, но особенно представителям СМИ. Но особенно представителей СМИ поразила даже не бедная обстановка в грязи, а просто горы мусора, которые валялись вокруг. Складывалось впечатление, что Ирина просто превращает свой обитель в мусорку. Но Ирина объяснила это тем, что она сломала недавно ногу и долгое время не могла вести домашнее хозяйство. Львиную долю своего времени Ирина проводит в одиночестве. Ее единственный сын остался в Москве и крайне редко балует маму своими визитами. Акулова пожаловалась, что сын забирает ее пенсию. Из 60 тысяч рублей оставляет Ирине на жизнь только 6 тысяч. Неожиданно Ирина обрела поклонника – мужчину, который младше ее на 17 лет. Известно, что его зовут Юрий. Как признается актриса, возлюбленный мужчина ей очень помогает. В особенно тяжелые времена она без поддержки Юрия не смогла бы прожить. Знакомые актрисы вначале не одобряли отношения Ирины и Юрия. Многие считали, что мужчина просто охотится за квартирой, но Акулова ответила на эти слухи. Она заявила, что квартиру получит ее сын и никаких раздумий или сомнений здесь быть не может. Увидев по телевизору, в каких плачевных условиях живет бывшая звезда советского кино, друзья и поклонники Ирины решили ей помочь. Акуловой сделали бесплатный ремонт. Вначале из квартиры вывезли весь хлам, а потом начался процесс преображения квартиры. Ремонт выполнен в светлых тонах, поэтому квартира визуально кажется большой, и теперь здесь стало очень уютно. Акулова в восторге от того, как теперь выглядит ее жилье. Но на этом чудесные перемены не закончились. Приглашенные стилисты поработали над образом и самой Ириной Акуловой, и ее ухажера. Теперь их просто не узнать. Ирина снова напоминает себя из прошлого. Шикарную женщину, улыбка которой может вскружить голову любому. Юрия настолько поразила красота Ирины, что он сделал ей предложение просто в студии, на глазах у телезрителей, со всей России. Момент был настолько трогательным и романтичным, что Ирина даже пообещала подумать. Как оказалось, это уже четвертое предложение руки и сердца, которое она получает от Юрия. Но раньше Ирина категорически отказывалась стать супругой молодого ухажера. К слову, Ирина была трижды замужем. Первым ее супругом стал Вячеслав Жолобов. С ним Акулова познакомилась во время учебы в студии МХАТ. В 1972-м на свет появился их сын Дмитрий, но вскоре после этого брак распался. Во второй раз Ирина вышла замуж за артистом ХАТа Петра Смедовича, но их брак просуществовал всего три года. Третьим мужем актрисы стал мужчина по имени Николай Пузырев, но и этот союз не был крепким. Возможно, именно из-за этих неудач в личной жизни Ирина и не хочет идти под венец в четвертый раз. Но поклонники надеются, что любимая актриса и влюбленный в нее Юрий сыграют свадьбу. После того, как над ней поколдовали стилисты, из Акуловой получилась очень красивая невеста. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.